Добрый день! С вами Лаврентьева Анастасия. Мы снова поговорим об астрологии. Сегодня мы разберем сюжеты внутри знаков зодиака, переходы между ними, посмотрим управителей знаков зодиака и коснемся коллагода. Я уверена, что многие из вас задавались вопросом, что существуют разные уровни осознанности у людей и, соответственно, разные миссии, конечно же. И по идее, как гороскопы, они не должны трактоваться одинаково. То есть сюжеты разные, разная карма, в конце концов. И по идее, если взять, например, типичного Овна, то да, мы можем получить бойца, скажем так. Но Овны у нас всё-таки разные. И вот об этом мы и поговорим. У каждого из нас, да, свой пройденный путь, свой опыт, своя карма, свой род, соответственно. То есть наша карма – это то, через что мы прошли, то, что нас в этом воплощении предопределило. Также это осознанность и духовный уровень сегодня. То есть это то, что определяет так называемого управителя знака зодиака в Натали. Для чего нам нужен управитель? Например, допустим, вот разбирая карту, мы берём куспит первого дома. Предположим, он находится во льве. Мы ищем солнце. Смотрим, в каком доме Натала находится солнце. И говорим, что человек засветится с наибольшей силой в такой-то сфере своей жизни. Или, например, взять куспит второго дома. То есть это финансы, система ценностей. Смотрим, через что придут, ну, как вариант, деньги. И предположим, что куспит второго дома находится в таком-то знаке зодиака. То есть, соответственно, берём управителя. А управитель находится, допустим, в одиннадцатом доме. И мы тогда говорим, что деньги придут через, как вариант, соцсети. Или, допустим, управитель будет находиться в седьмом доме. То есть мы тогда скажем, что деньги придут через мужа, через партнёра и так далее. Ну и опять же, конечно же, мы смотрим цепочки управителей. Чем больше кармический опыт, тем выше управитель. И управители не будут для всех одинаковые. Мы должны осознанно к этому подойти и понять, что есть человек, который существует на уровне обычном, бытовом, стандартном. И это не есть плохо, но это не просветлённый человек. Есть человек, который встал на путь ученичества. Он уже задаётся какими-то осознанными вопросами. Он идёт на пути к свету, он ищет эти знания. И есть человек, который уже просветлённый, назовём это наставник. Соответственно, кармический путь, родовые программы, уровни всевозможные. У них у всех разные. И один и тот же знак зодиака будет иметь разных управителей. Ну вот смотрите, например, допустим, мы возьмём Овен. На первом уровне, понятно, это Марс. Марс укажет нам, на чём мы концентрируемся. То есть обычный Овен – это я проявляю себя. Как я инициирую события, как я самовыражаюсь, как я могу постоять за себя в конце концов, как я борюсь, как я вырабатываю лидерские качества. Так вот, если мы берём обычную среднестатистическую ситуацию, давайте возьмём среднеобразовательную школу, допустим. Ребёнок в первых классах, как он утверждается, как завоёвывает положение, статус, умея растолкать всех, отгавкаться, умея постоять за себя и за свою команду. То есть вот это будет первый уровень. Он концентрируется на борьбе. Вот это будет первый уровень Овна, и соответственно управитель его будет Марс. Но, допустим, чуть позже, осознав, что школа – это жизнь, он начинает вдруг, вот этот ученик, он начинает видеть свет в учении. И борьба физическая, она отходит на второй план. И вот этот ученик, он начинает, ребёнок, начинает концентрироваться на поглощении знаний. И вы видите, что здесь Марс, он заменяется Меркурием. То есть на втором уровне, в Овне, управителем будет Меркурий. А наставник, то есть это уже третий уровень, он транслирует откровение в виде символов. И тут, соответственно, будет уже на этом уровне управитель Овна, Куран. Посмотрите вот эту табличку. И давайте вот мы по ней пройдёмся. Телец. Мы знаем, тельцом управляет, как правило, Венера. То есть это желание. Наши какие-то радостные существования. То есть такое вот единение с природой, скажем так. Но это на обычном уровне. Давайте мы возьмём сюжеты Калагода. Телец – это уже конец апреля, и начало мая. Калагод. Младенец Каляда в декабре родился, и вот он потихонечку растёт. Он превращается в Ярилу. Ярила – это март, это вот тот овен, это юность. Апрель – это уже юноша. Солнце вступает, так сказать, в новую ипостась. И в это время, как в юноше начинает пробуждаться ярая такая оплодотворяющая сила, так и в этот период природа начинает пробуждаться после зимней спячки. И наши предки говорили, Ярила землю матушку пробуждает, ярой силой оплодотворяет. То есть зарождается новая жизнь. Ярила полю жито родил, людям детей плодил. Где он ногою, там жито копною. А куда он взглянет, там колос зацветает. В тельце наш вот этот боец начинает набирать вес. Он познает свое тело. И совершенно естественно, что наши предки в это время по полю катались. И засевали вроде бы как бы поле. Ну и сами были, соответственно, в этих же энергиях. То есть мы говорили, что Венера, это как мы чувствуем свое тело. Это такой некий естественный процесс и удовольствие. Но если мы возьмем нашего отличника, вот того, как бы, да, такой, про школу, то, что мы говорили, или его учителя, то там процесс вот этого творения и получения удовольствия, он будет идти немного на другом уровне. Скорее на уровне уже таком осознанном, ответственном. То есть это уже не что-то такое вот естественное, такое само собой разумеющееся, природное, скажем, животное. А уже такое более высокое. Конечно, здесь, наверное, имеет смысл рассматривать управителем Солнце. А Близнецы. Стандартный наш управитель, да, это Меркурий. Мы говорим о передаче информации. Но на более высоком уровне, на уровне ученика, здесь уже не просто мы насыщаемся вот этим вот беганием, да, получением раздерганных, раздерганных каких-то таких разрозненных знаний. Здесь уже управителем выступает Венера, и мы получаем наслаждение от вот этих знаний. И причем мы получаем их легко. Венера дает легкость. На более высоком уровне здесь идет Земля. Земля, а Земля, как та область, куда спустилась душа, и получает вот эти высшие знания. Если мы возьмем коллагод, допустим, да, Ярила уже совсем взрослый, он юноша, да, он общается, у него свой круг какой-то образовался. И на каком-то этапе он учит сообщению, учится умению получить информацию, проанализировать ее и передать дальше. А потом, научившись, овладев умением говорить, договариваться, вот там у него уже включается Венера, и человек получает наслаждение от общения. Он не просто выскочка, которая вставляет свои слова, а он эстетически выискивает новые ходы, новые формы речи. Вот тут вот Венера как раз и активизируется, да. А то, что у учителя это Земля, ну, это наш мир, это наша планета, она открыта для познания вместе со всеми теми сюжетами, с которыми сталкивается душа в этом воплощении. Если мы посмотрим Калагод, 23 апреля Ярила Вешни, с этого времени начиналась Красная Горка. И в народе говорили, Ярила с весной лели, свадьбу играет. Вот именно в это время и проявляется в полную силу, его ярая сила. Происходит отмыкание Земли, оплодотворение, и Землю готовят к посевам. Рачок, ну, стандартный управитель, это, да, это семья, забота, мать, материнство, Луна. Но на более высоком уровне, более таком осознанном, здесь выступает Нептун. Нептун как вселенское проявление вот этой Луны. Если мы посмотрим по Калагоду, вы сейчас поймёте, почему я разбираю Калагод. Здесь всё одно из другого выплывает. И в конце сложится такая вот прочная картинка. Дождьбог. Здесь уже Солнце, муж. Его ассоциируют с мужчиной, который вошёл в полную такую свою силу. Это время, когда в природе всё расцветает полным цветом. Юный, полный силы, ярило Солнце. Он уже справился со своей задачей. Зёрна дали всходы. И появляется Солнце, муж, Дождьбог. У него уже совершенно другие задачи. Он охраняет, ухаживает за урожаем. Люди завершили все посевы. И теперь урожай зависит от погоды и от того, как будет греть Солнце. Будет засуха ли? Будет ли дождь? А это значит, как в семье сложится. То ли муж хозяин, то ли как. То есть от него многое зависит. И самое главное, естественно, как будет питаться его семья. Создав семью, включается вот эта вот забота лунная. Опека на высоком уровне, я ещё раз говорю, это не просто Луна, это уже Нептун. Это забота о роде. То есть не только о самом себе, но о роде. То есть это забота Луны, высшей матери. И как раз, что у нас происходит с коллагодичными сюжетами. Вообще нужно посмотреть цикл солнечных инициаций. То, как меняется наша осознанность. Вот этот сюжет, он хорошо показан в сказке «Колобок». Наши сказки, они являются кладезем народной мудрости. И вот именно через вот эту сказку очень хорошо видно, как передавались знания из поколения в поколение. Благодаря, в принципе, источникам устного народного творчества, которые передавались вот эти знания из уст в уста, до наших времён дошли те знания, та мудрость наших предков. Но, конечно, их нужно читать не поверхностно. Недаром же ведь говорят, что сказка «Ложь» давний намёк добрым молодцам урок или кто познал тому урок. Ложью у славян называлась неполная поверхностная правда. Поэтому нужно более глубоко эти сказки читать. В сказке «Колобок» мы видим круглый хлеб, который убежал от бабы и деда, и он катится там по дорожке, встречает зверей. То есть, казалось бы, обычная детская сказка. Но в то же время не всё так просто. Сказки слушал и стар, и млад. И если вникнуть, взглянуть чуть глубже, то вот это слово «колобок» оно превращается уже в «колобог». И, соответственно, сразу же выплывают совершенно другие трактовки и смысл. Сказка о колобогодном цикле и о народных инициациях, которые проходил человек в течение своей жизни. То есть, в течение своего века. Чело плюс век. Если мы посмотрим с этой точки зрения вот эту сказку и сюжет перехода из знака в знак зодиакальный, то будет совершенно другой вообще сюжет и совершенно другое понимание, с какими энергиями мы пришли в этот мир. Совершенно другой разбор нашей астрологической карты. В сказке «Колобог» дед и баба – это сварок и лада, это создатели. Дед и баба, кстати, присутствуют во всех сказках. Это образы высших сил, образы богов-создателей. И в начале сказки вот эти высшие силы, боги, они обеспечивают рождение солнца, колобога. И вот этот вот, когда колобог создан, вначале он младенец, ему не сидится на месте, он полон любопытства, это такая почемучка, и он отправляется в путешествие знакомиться с миром. Если опять же вернуться к сюжету создания, это как раз вот декабрь, конец декабря рождается коляда, и потом потихонечку мы переходим к дальнейшим сюжетам. Вот катится колобог по дорожке, и на пути он встречает, мы помним, зайца первого. Заяц – это символ детства. Даже вот на картинках мы видим зайчик, он в такой юношеской одежде. То есть зайц – это пиковая ипостась коляды младенца. И период инициации – это громница, если смотреть в коллагодном цикле. То есть у нас ребёнок в этой инициации символически должен умереть, как младенец для мира яви, для того, чтобы тут же родиться, но уже в новой ипостаси, как отрок, как юноша, а затем как мужчина, как воин, как отец и так далее. То есть у наших предков все проходили определённые инициации, соответствующие для каждого время. Мы же помним, что невесту облачали в белое, она умирала в своём девичестве, умирала в своём роду и рождалась в мужненом роде, но уже не как девушка, как жена, как мать, как берегиня и так далее. То есть инициация проводилась через фазу духовной, не физической, понятное дело, смерти. Умирала личность, личность старая, чтобы родилась новая. Так вот с этим зайцем умирала в человеке личность младенец, чтобы дать место юноше. Почему инициация через смерть? Человека уводили от рода из мира Яви за грань. А то, что за гранью, это мир Нави. Там человек оставлял своё прошлое, свою прошлую личность. Это такой обряд. Жрец или жрицы в образе Марта, Баба-Яги уводили человека из селения. Человека могли на время, например, погрузить с головой в воду, в реку. Стихия воды. То есть это образ перехода через мост, через реку Смородину, которая находилась на границе мира Яви и Нави. Могли использовать печь. То есть это прохождение уже стихии огня и перерождения. Бабы, помните, укутывали больного, например, младенца в тесто и как бы запекали в печи. Тоже такая инициатическая ситуация. Баня. Тоже это, кстати, это место, которое находится на границе между мирами. и бани строились на краю леса, как правило. Или, в принципе, уводили в лес девушку, парня. Избушка Бабы-Яги – это тоже место инициации Марьена Бабы-Яги. А загадки, например, наши народные – это тоже инициации. Насколько человек созрел духовно к более взрослой ответственной жизни. То есть в такой вот игровой форме детки проходили инициацию, или потом юноши, мужи и так далее. Так вот мы о колобке. Каждая встреча колобка со зверем – это инициация. То есть смерть какой-то части человека и последующее рождение новой. И в конце самая большая смерть, но уже физическая, но после нее жизнь. То есть это инкарнация. Душа после смерти физической она возвращается в явный мир и жизнь начинается заново. Встреча с зайцем – это инициация перехода из детства в юность. Наши предки отдавали малышей, жрецу, и после обряда они получали уже как бы нового своего ребенка в новой форме, в новой одежде. Вместо рубашонки мальчику одевали штаны, рубаху, как у папы. А девочки одевали рубаху и сарафан, как у взрослой женщины. И вот этот заяц, он говорит, колобок, колобок, я тебя съем. То есть фактически я тебя уведу за грань, я тебя убью. Но колобок успешно решает эту загадку, проходит инициацию и движется к новой ипостаси, к юношеству. Колобок становится юношей и встречает на пути волка. Волк в славянской традиции это совершенно не отрицательный персонаж. Волк это животное, которое является санитаром леса. Он бил лишь в общем-то слабых, больных животных и вообще без нужды не убивал. В славянской традиции волк это тотемное животное, символ первопредка. Волк обращался в волка и охранял род во времена Мары. Волка уважали за мудрость. В сказке волк как правило выступал помощником проводником если вспомнить там тоже сказку Иван Царевич и Серый Волк. А в сказке колобок волк скорее олицетворяет ярую силу молодого парня вот эту весеннюю бушующую мощь в природе в период Ярилы. От волка уходит наш колобок и переходит в новую ипостась мужчины и движется уже к медведю. Тут яростный воин будет превращаться в спокойного мудрого мощного властителя хозяина леса в медведя. Хозяин леса это подразумевается что повзрослев по идее как человек должен победить познать укротить свою темную природу. Это переход уже будет из рака во льва затем в деву. Тут включается ответственность мудрость. И дальше колобок у нас движется к лесе. Солнце когда проходит чертог лесы на небе оно умирает. леса олицетворяет Амару богиню зимы смерти перерождения кстати леса в таком женском костюме в кокошнике такая роскошная а заяц парубок да волк медведь это мужские костюмы ну очень интересная сказка вернемся к нашей таблице на самом деле что я увлеклась лев вот этот сюжет индивидуализации у нас уже идет такая ответственность на первом уровне я бы сказала здесь ну понятное дело управитель солнца он вообще-то управитель этот солнцем везде то есть уплотнение эго после рака на физическом плане на первом уровне а на уровне ученика то есть это такой уже более ответственный уровень тут солнце наше же оно превратилось в отца то есть здесь идет жертва свободы ради ответственности то есть проработка вот того водолея урана как раз здесь очень так ярко выражено а на более высоком уровне это царь это держава скипетр это ядерная кнопка то есть это тот то солнце тот носитель рока и судьбы который управляет всем который несет за все ответственность и только ему осознанному такому можно доверить управлением не только семьей но и государством и миром то есть тут уже подключается и Плутон вот эти роковые события Дева на первом уровне это Меркурий то есть суета мелочи ментал какой-то да в лучшем случае пробуждение какой-то смекалки и потихоньку начинается понимание структуры мира вот тут вот уже начинается какое-то упорядочивание в Деве на втором уровне Луна управляет Девой это обустройство пространства это способность проявить заботу через знание понимание истинных потребностей человека и тут наша прозерпина она уже вырастает в Цереру в Цереру мать то есть сюда можно к Луне подключить и Цереру и соответственно всю вот эту четверку астероид на самом высоком уровне осознанности духовности конечно это Нептун это Богородица сюда можно подключить и Юпитер и Уран то есть тут такое широкое уже идет понимание весы партнерства на первом уровне понятное дело это Венера то есть здесь мы ищем гармонии весы в оппозиции к эгоизму ярости Овна Венера Венера она ищет соразмерность какую-то такую она сомневается она старается как-то найти вот эту гармонию на более высоком уровне это Уран это откровение это свобода которая перерастает на более высоком уровне в долг ну и соответственно Сатурн Скорпион программа чистки на первом уровне это Марс наверное на втором даже тоже а уже на самом более высоком уровне у Скорпиона включается программа чистки через речь и еще на более высоком уровне это Плутон только там уже включается то есть Плутон это тот хирург который вырезает гнилое отжившее то есть программа чистки трансформации Стрелец здесь у нас индивидуализация проходит за счет привязки к идеям на первом уровне будет это у нас Юпитер управитель Стрельца то есть это проработка вот того раздерганного Меркурия в близнецах когда ученичество здесь тоже Юпитер то есть мы расширяем свои горизонты а у учителя у него вот эти поучения Стрельцовские они уже переходят из фазы теории в практику то есть поучения переходят в действия и преданность идеи то есть тут Марс включается вот если мы возьмем того наставника даже христианизацию допустим да то есть здесь Марс чистой воды дальше у нас там включится Плутон то есть там уже преданность идеи будет идти до самого ничижения и еще выше там включится Нептун то есть это вообще полное единение и растворение с целью с идеей козерог ну козерог мастерство да козерог хранитель горы Сатурн но на низком уровне мы как воспринимаем Сатурна Сатурн пришел ограничил заморозил то есть действие у нас идет из-под палки тут Марс ко всему прочему я так понимаю еще добавляется Марс он же сильный в козероге да то есть мы концентрируемся на вот этом вот поднятии на уровне ученика да тоже будет Сатурн победа служения над индивидуализацией помните когда козерог подымается по горе он уже не смотрит на тех тельцов овнов и прочих он уже идет к цели к высшей цели а на высоком совсем высоком уровне там Венера управляет козерогом здесь вот та аскеза она уже в наслаждении и именно вот здесь тот козерог превращается в прекрасного единорога водолей уран свобода но на первом уровне свобода как анархия а на более высоком на пути ученичества мы познаем то есть тут Юпитер уже будет и на более высоком уровне водолеем управляет Луна то есть здесь наставления Луны они переходят уже в опеку над миром то есть вот это вот прозрение происходит полное рыбы рыбы это сюжет разуплотнения растворения личности и выход из заточения ну конечно на низком уровне Нептун он воспринимается как алкоголь наркотики да то есть уход из себя по низким вибрациям сюда же мы подключаем кстати и Юпитера на этом уровне мы расширяемся да то есть мы пытаемся выйти из вот этого тела и увидеть нечто большее какие-то большие сюжеты с которыми мы пришли там через медитацию еще как-то на более высоком уровне наверное включается уже Плутон ну тут идет прикосновение к законам рока кармы такое ну вот помедитируйте на эту таблицу подумайте я думаю вот именно сейчас действительно имеет смысл задуматься на каком уровне духовном я нахожусь с какими сюжетами я вхожу в годы новый какие там я желания загадываю с какой ответственностью расту ли я или я на уровне первом все еще нахожусь исследуйте свою натальную карту задавайте себе вопросы кто я зачем я кто рядом со мной и для чего вот так с любовью ваша Настя подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и будьте умничками будьте осознанными подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на мой канал